Я на 26-й ходила, у нас потом были разборки с деканом. Разборки с деканом были после 26-го числа. Но нам говорили, что нас там зомбируют. Зомбируют? Да, что надо. Наверное, Кителёва надо смотреть. А в каком это вузе НГУ? НГЛУ. В каком? НГЛУ. А, лингвистически. Вот. Ну, предпреподаватели тоже говорили, что вот ваш за деканом ходите. Вот. Говорили, что там находили всякие собеседования, что не надо ходить на митинги. Я спрашивала, почему нас гоняли на митинг по Крыму, который был до этого. Они сказали, что обязательно надо. И те, кто не хочет, надо писать объяснительное по этому поводу. Я написала, что я в соответствии с Конституцией нашей страны, мне право не ходить на митинги, которые я не хочу. А вот на Навального ты почему ходила? Потому что тебе вот именно Навальный нравится или по теме как бы против коррупции? Знаешь, тут дело даже не в политике, а в том, что почему люди должны отказываться от благ, которые произвели за это время, которые пользуются другие люди. Почему мы не должны путешествовать дешево за границу? Почему мы не можем получать качественное образование? Почему нет качественных людей, а другие люди живут и жируют? Ну то есть это фактически социальная справедливость, да? Да, это дело даже не в политике, потому что это дело даже не в Навальном. Любая власть будет сучиваться со временем. Тот же самый Навальный, если будет в власти 15 лет, он обратил к этим жирком. И будет то же самое. Почему есть лица смены властей? Ну ладно, садись. Меня потом кто-то не посадит. Мне стыдно, когда бабушки стоят в аптеках и не могут купить, и плачут, и собирают копейки. Вот это мне стыдно. Когда у меня слезы были на глазах, когда бабушка стояла, подбирала какие-то объедки в Макдональдсе. Вот это мне было стыдно. И не стыдно говорить о том, что там люди воруют о жизни. Вот им должно быть стыдно.